Теперь нам нужно сказать несколько слов по поводу того, как, собственно, мы с вами будем изучать греческий язык. Но прежде всего тот курс греческого языка, который мы сейчас проходим, это вводный курс. Это самое-самое начало изучения греческого языка, и он не предназначен для того, чтобы охватить все нюансы, он предназначен для того, чтобы заложить базу для дальнейшего изучения. Курс наш построен на учебнике «Основы библейского греческого языка» Вильяма Маунса. Особенность этого учебника в том, что среди всех учебников греческого языка, которые на сегодняшний день существуют на русском языке, этот можно назвать самым дружественным к учащемуся. Простое изложение, внимание сосредоточено на самой необходимой информации, какие-то более сложные детали рассказываются позже, сначала обсуждаются простые. Не так много он заставляет заучивать наизусть, и скорее призывает уметь узнавать формы, а не воспроизводить их по памяти. К тому же много таблиц, красивых картинок, шуток и еще чего-то, что делает изучение греческого языка с помощью этого учебника не слишком обременительным занятием. Ну, понятно, как и всякое изучение, оно, конечно, требует большого труда, но, тем не менее, Маус постарался так организовать материал, чтобы максимально упростить вхождение в греческий язык для студента. Объем курса 30 с небольшим уроком, посвященных базовым вопросам греческого языка, и что касается того, как мы это все будем проходить, то каждую неделю в среднем мы будем проходить по одному уроку, вам потребуется читать соответствующий материал из учебника, разбираться в том, что там написано, заучивать те формы, которые предлагаются для заучивания, заучивать те слова, которые предлагаются для заучивания. Каждую неделю будет небольшая порция формы, небольшая порция слов, и, конечно же, ваша ответственность в том, чтобы заучить все это тщательно. И также к учебнику существует рабочая тетрадь, тоже составленная Маусом, в которой содержатся задания по переводу. Так как основная цель наша в изучении греческого языка – научиться читать, понимать Новый Завет на греческом языке, то большое внимание уделено тому, что вы практикуетесь, практикуетесь и практикуетесь в переводе, поэтому к каждому уроку есть определенная порция заданий по переводу. Что касается, собственно, рабочей тетради, то на сайте нашего курса все основные задания из рабочей тетради воспроизведены, и вам нужно будет их писать не внутри рабочей тетради, а прямо на сайте писать свои переводы, ну и там же на сайте они будут проверяться, и вам будут какие-то даваться замечания по поводу того, что у вас не получилось, и как лучше это было бы переводить. Что касается объема изучаемого материала, то в курсе Маунса, во-первых, описывается вся базовая морфология греческого языка, морфология – это учение о формах, то есть описывается, что необходимо знать для того, чтобы распознать формы большинства слов в Новом Завете. То есть для существительных узнать падеж, узнать число, для прилагательных узнать падеж, число, род, а для глаголов узнать лицо, число, время, залог, наклонение. Ну, то есть для того, чтобы вы, увидев слово, увидев, в какой оно форме стоит, смогли эту форму распознать. Поэтому формы достаточно систематически описываются в этом учебнике, и, собственно, почти весь материал этого учебника сосредоточен на формах. Не самая, может быть, веселая часть языка, но это те кирпичики, из которых складывается смысл текста. Для того, чтобы вы оценили значимость форм, просто такая выдуманная фраза, которая звучит следующим образом. «Глокая куздра», «Кудранула бакра» и «Кудрачит бакрачонка». Ни одно из полнозначных слов в этой фразе не имеется в русском языке. Что такое глокий, кто такая куздра, кто такое бокра, что такое кудрачить, мы с вами не знаем. Тем не менее, когда я произношу «Глокая куздра», «Кудранула бакра» и «Кудрачит бакрачонка», перед нашими глазами складывается некая картина, что некое существо женского рода куздра, причем не просто куздра, а «Глокая», произвело определенное действие кудранула по отношению к существу, которое можно назвать «бокр», и сейчас производит то же самое действие кудрачить по отношению к маленькому представителю, к детенышу, того же самого существа, бакрачонку. Так что смотрите, достаточно полная картина, такая даже драматическая картина рисуется, из фразы, где слова не имеют смысла и где практически вся информация передается только с помощью форм. Поэтому формы играют огромную роль в языке и огромную роль в передаче значения. И если вы, услышав о том, что в учебнике Маунса все посвящено в основном формам, и целый год мы будем заниматься тем, что станем разбирать признаки, и по которым можно узнать ту или иную форму, вдруг разочаровались, то вы разочаровались зря, потому что это тот фундамент, на котором строится и понимание языка, и через который многое можно понять в языке. Тем не менее, помимо морфологии учения о формах, кое-что в этом учебнике есть и о синтаксисе. Синтаксис – это то, как разные слова и части предложений соединяются друг с другом в осмысленное целое. Синтаксис – это информация о том, какую роль играют те или иные падежи в предложении, например, именительный падеж – это падеж подлежащего, винительный падеж – это падеж дополнения, дательный падеж – это падеж косвенного дополнения. И вот как это все собирается вместе в нечто осмысленное, подлежащее, дополнение, косвенное дополнение, есть сказуемое, выраженное глаголом. Вот эти вот все вопросы, устройства предложения, они описываются синтаксисом. В учебнике Маунса рассказывается только базовая информация о синтаксисе, описываются только самые-самые типичные синтаксические роли тех или иных конструкций. И я уже вам показывал учебник Волоса, посвященный синтаксису греческого языка, учебник второго года, и вы можете оценить толщину этого учебника и понять, что из синтаксиса, из того, как слова собираются в предложении и обретают смысл, в течение первого года мы выучим далеко не все, и нам есть еще над чем работать. Также следование курсу Маунса предполагает заучивание некой лексики, то есть слов, греческих слов, которые встречаются в Новом Завете, в основном изучаются те слова, которые встречаются в Новом Завете 50 и более раз. Таких слов всего 300 с небольшим. Заучить 300 слов за год – это не слишком сложная задача, и вам совсем по чуть-чуть нужно учить слова, но постарайтесь эти слова заучивать тщательно, потому что это самые часто встречающиеся слова Нового Завета. И так как эти слова встречаются чаще других, то вот эти вот 300 с небольшим слов, встречающихся более 50 раз, фактически заполняют 80% текста Нового Завета. То есть из изученных вами в течение этого года слов Новый Завет состоит на 80%, и остальные 20% – это более редкие слова. Фактически вы после прохождения курса первого года будете не знать каждое пятое слово в тексте. В среднем, конечно, так уж получается, что иногда незнакомые слова группируются вместе, целый блокслов и ничего не понятно, а иногда знакомые, знакомые, знакомые слова идут, и какие-то фрагменты достаточно легко можно прочитывать. Но в среднем вы не будете узнавать в тексте одно слово из пяти. Для того, чтобы повысить процент узнавания, например, достаточно выучить 800 слов, и после этого вы будете узнавать 90% текста, ну или то есть вам будет в среднем незнакомо одно слово из десяти. Если вы выучите полторы тысячи слов, то вы будете узнавать 95% текста, ну или вам будет незнакомо примерно одно слово из двадцати. Что касается вот такого уровня владения языком, то есть когда 95% текста вы понимаете, когда всего лишь в среднем одно слово из двадцати незнакомо, это уже достаточно хороший уровень, чтобы, ну, во-первых, быстренько посмотреть несколько незнакомых слов в словаре, если это нужно, ну или зачастую даже просто зная все остальные слова, можно легко вспомнить те слова, которые казались незнакомыми, ну или даже, может быть, догадаться отчасти об их значении. Поэтому, конечно, на изучение 300 слов вам не стоит останавливаться, и в следующем году мы еще с вами будем учить слова, но вот эти 300 слов – это необходимый базис, а примерно полторы тысячи слов – это такая желаемая цель во владении греческим языком. Что касается упражнений, которые предполагаются данным курсом, я уже сказал, что есть рабочая тетрадь, но, собственно, что именно вы будете переводить? Во-первых, большая часть текста здесь взята из Нового Завета. В этом есть определенный минус, потому что, как правило, мы с вами неплохо знаем Новый Завет, и иногда у нас есть опасность вспоминать, а не переводить, и где-то нужно бороться в себе с этим искушением, и все-таки заставлять себе читать текст, как он написан, а не узнав пару слов, думать, из какого там стиха, и как я его по-русски помню. Здесь, конечно, есть минус с другой стороны, есть и некий плюс, потому что перевод именно Нового Заветных текстов постоянно будет напоминать вам, почему, собственно, вы изучаете греческий язык. Но также в дополнительных упражнениях все упражнения разделены на основные и дополнительные задания. В дополнительных упражнениях встречаются тексты из греческого перевода Ветхого Завета, так называемые септуагенты, немного из ранних отцов церкви, которые тоже писали на греческом языке, и несколько предложений, сочиненных лично Маусом. Хотя в учебнике эти задания обозначены как дополнительные, в нашем курсе они будут обязательными, вы их должны делать, потому что нужно учиться работать и с теми текстами, которые так легко, сходу, вы не можете вспомнить, а вынуждены действительно переводить. Так что первый год работы, потихоньку освоение морфологии, знакомство с базовым синтаксисом, знакомство с самой распространенной лексикой и наработок опыта перевода понимания греческого текста, по крайней мере, их достаточно простых пока форм греческого текста. На этом все не останавливается, еще будет изучение синтаксиса, дальнейшее изучение слов, дальнейшая практика в переводах, но это закладывает очень важный базис. Здесь, кстати, стоит задаться вопросом, вот о чем иногда этот вопрос задают, в том числе и вообще размышляя о том, учитель, не учитель греческий язык, насколько хорошо можно выучить греческий язык в семинаре. То есть, можно ли достичь, благодаря семинарскому курсу греческого языка, такого уровня понимания, что ты можешь верить тому, что ты сам увидел в греческом тексте, ты можешь претендовать на какую-то самостоятельную работу с текстом и, может быть, даже не соглашаться с мнением тех или иных переводчиков. Здесь вот какое замечание нужно сделать. Во-первых, конечно, два года изучения греческого языка, которые у нас планируются, не сделает вас, ну, может быть, не кто-то и кого-то и сделает, но в среднем не сделает большинство слушающих людьми свободно владеющими греческим языком. Наша задача не в том, чтобы вас сделать свободно владеющими, это задача дальнейшего развития, но в том, чтобы заложить хороший и правильный базис, для дальнейшего развития. В течение первого года вы учите основную муфологию, в течение второго года вы изучите синтаксис, на этом базе все можно строить, просто читая, работая, размышляя над текстом Нового Завета. На первых порах и даже по окончании двухлетнего курса велика вероятность, что работа с греческим текстом все-таки будет скорее не восприятие текста, как действительно текста, написанного в каком-то языке, а будет что-то типа расшифровки, такого зашифрованного сообщения, когда вы с трудом через текст продираетесь, но тем не менее, если вы изучите всю необходимую информацию, несколько раз с трудом прорвавшись через текст, вы обнаружите, что с каждым разом все легче, 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 легче идет процесс, и однажды, если вы не остановитесь, но будете продолжать читать греческий Новый Завет, продолжаете работать с греческим текстом, вы дойдете до того состояния, когда текст станет не объектом расшифровки, а текст, собственно, восприниматься будет как текст, язык будет восприниматься как язык, и вы будете воспринимать текст, как вы воспринимаете текст, ну, читая его, может быть, не с такой легкостью, как на русском языке, конечно, но все-таки как именно текст, как именно такой нормальный человеческий способ донесения информации. Да, до этого не очень близкий путь, и для этого вам придется самому еще поработать и за пределами этого курса, но цель достижима, и те, кто не сдались, и те, кто продолжили работать с греческим языком, эту цель достигли. Возвращаясь же к тому опасению, которое было вначале сформулировано, вообще можно ли выучить греческий язык на достаточном уровне, здесь нужно отметить, что до определенной степени это опасение справедливо. Роберт Томас, известный преподаватель, и в том числе специалист по греческому языку, говорят, однажды сказал, что нет ничего опаснее человека, который изучал греческий язык только один год. Что он имел в виду? Вы достаточно скоро обнаружите, что, поизучав немного греческий язык, и потом обращаясь к греческому тексту, и сравнивая то, что вы перевели с какими-то известными переводами, вы столкнетесь с тем, что ваш перевод очень сильно отличается от того, что напереводили другие, и у вас возникнет искушение считать, что все другие неправы, все другие заблуждались, все другие ничего в тексте не увидели, а вы-то, наконец, открыли какую-то отособую, зашифрованную, скрытую в тексте истину, ну и, может быть, будете рваться, поделиться своими открытиями с другими. В чем опасность? Первый год изучения, еще раз говорю, мы изучаем основной формы, а второй год мы изучаем синтаксис, мы изучаем, как отдельные слова собираются в осмысленной конструкции, иногда незнание синтаксиса приводит к тому, что вы неверно истолковываете то, что вы разглядели в тексте. Помните пример из Римлян 13 главы, когда эйме, если не, вместе переводится как кроме. Ну, это даже, в общем-то, не вопрос синтаксиса, скорее вопрос все еще лексики, но, тем не менее, мы не всегда понимаем, как слова стыкуются в греческом тексте друг с другом, если научились переводить пока только отдельные слова. Ну, например, греческая фраза «Харагапы тут иуу» может переводиться и «любовь Бога», подразумевается «кому-то», и «любовь к Богу кого-то», и даже «божья любовь», ну, как характеристика качества этой любви. Все три перевода равнодопустимы. Все три перевода возможны для этой греческой фразы. Это связано с особенностями употребления греческого родительного падежа, и выбор между, например, этими тремя вариантами, он определяется контекстом, в котором употреблена эта фраза. Но, зная только формы слов, например, что первое слово обозначает «любовь», а второе слово обозначает «болга», вы, может быть, не догадаетесь, что фразу «любовь Бога», без знания о синтаксе не догадаетесь, можно перевести как «любовь к Богу» — это допустимый, нормальный, правильный перевод этой фразы. И, увидев такой перевод, вам, может быть, захочется покритиковать того, кто этот перевод сделал, но это критика от незнания. Поэтому, действительно, на первых порах сдерживайте себя и имейте в виду, что, по крайней мере, у таких широко известных, хорошо сделанных переводов, у их переводчиков были причины для того, чтобы перевести текст тем или иным образом. И вам бы стоило понять причины, заставившие переводчика перевести текст так или иначе, и уже потом согласиться или не согласиться с его переводческим выбором. Но, к концу второго года, познакомившись с синтаксисом, вы закладываете достаточно хорошую основу, чтобы, по крайней мере, критически следить за аргументами других, для того, чтобы оценивать по какой причине тот или иной перевод сделан таким образом, для того, чтобы развиваться, для того, чтобы двигаться дальше. И раз уж мы с вами заговорили об опасностях, связанных с греческим языком, то вот не могу не упомянуть просто еще одну опасность. Очень часто люди, что-то узнавшие о греческом языке, а иногда вообще ничего не знающие о греческом языке, начиная проповедовать, любят ссылаться ссылаться на греческие слова, зачем-то цитируют греческие слова с кафедры, пытаются рассказать, что вот у вас такое есть русское слово, а вот в греческом тексте у этого слова какое-то совершенно другое, уникальное значение, и так далее. Что здесь происходит? Во-первых, если проповедник нашел какое-то удивительное, особенно уникальное значение греческого слова, которое совершенно отличается от того значения, которое использовали переводчики, ну, или, может быть, особенно использовали все переводчики, очень не может быть, что он просто чего-то глубоко не понимает. Если проповедник нашел значение, особо уникально звучащее и как-то не дублирующееся, не повторяющееся, не воспроизводимое окружающим контекстом, очень велика вероятность, что он ошибается. Если переводчик нашел какое-то тайное значение греческого слова и расшифровал слово, исходя из его структуры, каких-то составных частей, истории или еще чего-то, очень может быть, что он ошибается. Будьте осторожны с такими проповедниками и сами не становитесь таким проповедником, потому что желание найти что-то уникальное, оно такое психологически оправданное, хочется впечатлить, слушать, или хочется объяснить, что не напрасно учишься, и не напрасно вышел на кафедру, но наша задача не впечатлять. Очень часто текст устроен таким образом, что слова не в впечатляющем значении употребляются, а вполне нормальным, естественным и плавно, легко укладывающимся в окружающий контекст. И второй момент. Если вы с кафедры все время говорите, что вот там в греческом так, в греческом так, в греческом так, вы фактически приучаете слушателей к тому, что без ваших подсказок или подсказок другого человека, который тоже начнет ссылаться на греческий язык, они не в состоянии понимать священное описание. Я уже говорил, разница между греческим текстом и переводом, это вот, ну, пользуясь той же аналогией, как между цветным и черно-белым телевизором, фильм должен быть то и тем же самым, сюжет должен быть тем же самым, история должна быть той же самой. Да, нюансы какие-то и детали, но вы рассказываете не просто нюансы и детали. Иногда, может быть, стоит на какой-то нюанс обратить внимание о ней, и то очень осторожно. Ваша задача донести истину, ваша задача, понимая во всех нюансах, понимая во всех деталях, разобравшись во всем, что только есть в тексте, а с помощью и греческого текста, в том числе, разобравшись в авторском замысле, помочь слушателю с использованием того текста, который он держит в руках, дойти до понимания этого, помочь слушателю видеть это в тексте. Иначе вы не созидаете своей проповедью, а скорее разрушаете возможность человека двигаться самостоятельно, в том числе, насколько это ему дано в познании Бога. Поэтому, да, нет ничего опаснее человека, изучавшего греческий только один год, и бегите от искушения сразу всех раскритиковать, и бегите от искушения сразу всех впечатлить какой-то необычной информацией, просто двигайтесь дальше, просто накапливайте глубину понимания, она уже сыграет должную роль. Итак, мы чуть-чуть с вами посмотрели на то, что предполагается в рамках курса, чем нам предполагается заниматься, но еще просто несколько советов по самому подходу к обучению. Первый год, скучный год, тяжелый год, утомительный год, потому что при всех таких, может быть, иногда случающихся открытиях, большая часть работы это такое достаточно механическое запоминание. Но это запоминание языка, и чтобы нам понять, как протекает работа над языком, вот что важно. Все виды деятельности, грубо очень, можно разделить на таких, два больших типа. А есть виды деятельности, которые напоминают перетаскивание кирпичей с места на место. Вот у вас есть куча кирпичей в одном месте, и вам нужно, чтобы она была в другом месте. Вы можете носить по одному кирпичу, вы можете носить по нескольку кирпичей, вы можете поносить чуть-чуть кирпичей, потом долго-долго отдыхать, еще поносить кирпичи. Вы можете по-разному планировать вашу работу, но в конце концов, как только кирпичи переместились с места на место, работа закончена, независимо от того, какого там была структура и расписание этой работы. Есть другие виды деятельностей, которые напоминают такое детское развлечение, когда ты вбегаешь вверх по горке. Ну, есть горки, с которой дети скатываются, но у детей часто есть желание не скатиться вниз, а разбежаться и вверх забежать. Я думаю, вы вполне понимаете, что если начать взбегать вверх по горке, то тут главное не тормозить. Добежал до середины, остановился, ты не останешься на середине, ты просто скатишься вниз. Для того, чтобы взбегать, нужно сохранять скорость. Так вот, изучение языка, не только греческое, вообще изучение языка, оно очень похоже на этот процесс. Нельзя пробежал маленько, постоял, еще пробежал маленько, постоял, еще пробежал маленько, постоял. На самом деле, пробежал маленько, постоял, ты фактически скатился и чуть ли не заново начинаешь бежать. Скатился, заново начинаешь бежать. Чтобы изучать язык, нужна равномерность. Когда вы равномерно учите, 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 когда вы постоянно работаете с языком, небольшими порциями, но постоянно, прогресс гораздо лучше, чем когда вы какими-то наскоками это делаете. У студентов есть такое искушение все отодвинуть, там, к сессии, к моменту, когда с них спросят, к моменту, когда освободится время. У студентов есть искушение говорить, ну вот сейчас у меня некогда, то надо делать, это нужно делать, это я пока отложу, а потом появится свободное время, и все наверстану. Каких-то предметов, может быть, это и срабатывает, в языке очень плохо срабатывает. Если вы пошли в изучение языка по технологии потомную верстаю, великая вероятность, вы никуда не придете. Выкраивайте время, хотя бы по чуть-чуть, хотя бы иногда, но чтобы равномерно двигаться в изучении языка, не догоняя, не наверстывая, но двигаясь вперед. В конце концов, однажды вы окажетесь на вершине этой горки, больше скатываться не будете, однажды у вас разовьется достаточный навык языка, который уже практически не будет теряться, но на полпути лучше не останавливаться. Теперь к тому, что в процессе изучения языка достаточно многое приходится заучивать наизусть. Я говорил об этом, и говорил о том, как это тяжело, поэтому просто несколько советов, связанных с заучиванием наизусть. Первое. Когда вы что-то заучиваете, старайтесь использовать как можно больше органов чувств. То есть, можно говорить, можно писать, можно смотреть, и поэтому вы сочетаете. Не просто открыли книжку, какое-то слово, фу, мы смотрите, 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 ага, вроде как запомнил. Нет. Вы и посмотрите, вы и проговорите, желательно громко, вслухо, чтобы звучало, и чтобы слышалось. Вы еще и напишите, сделайте это несколько раз. То есть, разные способы активности проявите, потому что, чем теснее вы вовлечены в процесс взаимодействия с тем, что вы заучиваете, тем эффективнее заучиваются. Второй момент. Все-таки моя информация зачастую заучивается с помощью повторения. Очень редко случается так, что вы посидели, ну, каким-то словом, позаучивали, позаучивали, ага, заучили, и все вы его запомнили навсегда. Есть шанс, что довольно скоро оно выветрится из вашей памяти. Поэтому повторяйте. То, что вы даже заучили когда-то, повторяйте. Частоту повторений можно потихонечку уменьшать, то есть, например, что-то учите, сначала повторяйте каждый час, потом каждый день, потом каждую неделю, потом каждый месяц, потом каждый год, ну, так грубо говоря. Но, тем не менее, вот посеконьку можно повторять все реже, но не отказывайтесь от повторения, повторяйте старый материал. Очень часто случается, что к концу курса какие-то материалы из начала курса уже выветриваются из памяти, а потом, и последующие действия не на чем строить, фундамента подходящего нет. Поэтому повторяйте, 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 то есть, добейтесь того, что все, что вы учили, вы бы помнили. Проверяйте. Я это помню? Нет? Повторите еще раз. Как технически организовать повторения? Но один из таких старых способов для этого это использование бумажных карточек. Карточка. С одной стороны пишите слово, с другой перевод, и у вас стопочка таких карточек может быть с собой, где-то в кармане, появилась свободная минутка, где-то стоите, куда-то едете, где-то еще оказались. Время от времени у нас в жизни случаются такие свободные минутки, ну и несколько минут, когда нечем заняться. Достали карточки, пробежались, повторили. Карточки позволяют легко посмотреть слово перевод, карточки позволяют рассортировать, ага, вот это знаю, вот это еще не знаю, это знаю хорошо, это надо повторить, это вообще надо выучить. То есть, карточки позволяют легко работать с тем, что нужно заучивать наизусть. К тому же, в настоящее время вот эти бумажные карточки, ну, отчасти могут быть заменены карточками компьютерными. Я так подозреваю, у многих из вас есть сотовые телефоны, компьютеры, прочие устройства, и существует достаточно большое количество сайтов, и программ, Memrise, Quizlet и так далее, которые позволяют создавать карточки, которые позволяют внутри телефона или какого-то другого устройства, прокручивать эти карточки, которые следят за прогрессом, которые сами там сортируют хорошо или плохо его ответить, или которые разные упражнения придумывают, и так далее. Поэтому пользуйтесь возможностями прогресса для того, чтобы повысить уровень вашего запоминания. Следующий момент, который тоже некоторым, по крайней мере, людям помогает при заучивании. Иногда вот нам нужно запомнить какое-то слово, греческое слово, пусть очень странно звучащее греческое слово, как заставить его себе запомнить. Один из приемов заключается в том, что мы просто придумываем какую-нибудь фразу, какое-то словосочетание, которое, понимая, в запоминании этого слова, помогает. Ну, например, в учебнике, например, используем слово «просапон» в лицо. Вот это «просапон». Какие фразы можно использовать для того, чтобы запомнить это слово? Ну, во-первых, «просопел он», а «просопон» «просопел он». Или, например, «продлить сон в понедельник». Или, например, «просом по носу». А поэтому «просом по носу», «просопел он», «продлить сон в понедельник». Ну, я думаю, вы сами можете придумать еще какие-то варианты, но про салпом, чтобы вот эти вот звуки были в этом слове, помогает зачастую такие слова запомнить. Причем, чем более дурацкая фраза, чем более смешная, кстати, фраза, тем кажется легче ее запомнить. Ну, просто за счет некого эмоционального отклика. Поэтому, у кого не получается, может быть, другие методы запоминания, подумайте вот и об этом. Не то, чтобы это какой-то универсальный способ, но многим здорово помогает. Кто-то дальше идет, придумывает там целые картины, целые истории, где как-то вот перефигурируют слова и так далее. Например, там, особенно при запоминании предлогов, там, бегает собачка по имени Энн, вот с ней что-то случается. И вот, в зависимости от приключений этой собачки, выдуманные истории, различные значения предлога Энн человеку удается запомнить. Подходите творчески, может быть, где-то обращайте внимание на то, что и как у вас получается. Главная ваша задача создать как можно большее число ассоциаций с своим разумом, чтобы закреплялись те значения, которые вы должны запомнить. Иногда при изучении греческого языка нам в этом отношении повезло, здорово помогают русские слова, которые произошли от греческих слов. Здесь нужна определенная осторожность для того, чтобы не начать толковать греческие слова через русские, но как пособие для запоминания это срабатывает. Ну, два таких классических и, кстати, часто приводящих к ошибкам примера хочу привести. Есть такое слово греческое «дунамис» — «сила», от которого происходит современное слово «динамит». Ну, «дунамис» — «динамит». Слышите вот это вот созвучие, да? Почему «ду» в «ди» превратилось? Мы с вами там потом немного обсудим в следующем уроке, когда будем говорить об особенностях произношения. Ну, «дунамис» — «динамит». Вот если вы так будете думать, «динамит», «сила», «бабах» и потом слово «дунамис», вы достаточно легко и быстро запомните это слово. Не надо, как делают некоторые проповедники, к сожалению, это очень распространенная практика, говорить, что вот греческое слово «сила» от него происходит «динамит», в общем, «сила Божия» как шарахнет, да? «Евангелие» — «сила Божия» ко спасению всякому верующему. Но это не значит, что Евангелие тут все взорвает должно, и какой-то взрыв евангелизации должен произойти. Понятно, что апостол Павел не подозревал, что «дунамис» связано как-то со взрывами. У него скорее созидающая сила, чем разрушительная, ассоциируется с этим словом, воскрешающая из мертвых сил и так далее. Вот поэтому не вчитывайте поздние значения в старое. Но как пособие для запоминаний, вот если вы будете себя контролировать и не вчитывать, это срабатывает. Ну или, например, слово «скандалон», от которого происходит современное слово «скандал». Ну, опять-таки, не надо слово «скандал» втискать в Новый Завет, где это слово обозначает соблазн. «Скандал» — это не совсем соблазн, вы понимаете, да? Но все равно мы видим, как одно легко переходит в другое, как ассоциируется с другим, и это где-то вот помогает к запоминанию. Поэтому, наверное, как минимум половина греческих слов есть такие вот произошедшие от них русские аналоги, и в этом отношении не так уж и сложно он греческие слова будет учить. Поэтому говорите, пишите, делайте карточки, пользуйтесь программами для запоминания, придумывайте ассоциации, ищите связи и так далее. Наполните разнообразной деятельностью ваше взаимодействие с тем, что вы должны заучить, и вы обнаружите, что заучивание идет достаточно неплохо. Но все-таки иногда энтузиазм и силы нас покидают, поэтому если у вас получится не просто в одиночку учить греческий язык, но найти какого-то товарища, с которым мы бы вместе двигались по этой дороге, с которым мы могли бы взаимодействовать, там, подбадривать друг друга, то это было бы тоже здорово. Ну и еще пара советов, касающихся, может быть, не самого начального этапа работы с языком, а когда что-то потихонечку у вас начнет получаться. Чтобы хорошо выучить греческий язык, нужно читать тексты на греческом языке. Чем больше вы читаете, тем лучше для запоминания, для понимания. В тексте повторяются слова, в тексте вы видите слова в сочетаниях, в тексте вы лучше понимаете, как все устроено, в тексте вы видите грамматические конструкции, поэтому чем больше вы читаете текст, чем больше вы работаете реально с текстом, тем лучше ваш уровень владения языком. Поэтому читайте как можно больше. Как только у вас что-то чуть-чуть начнет получаться в смысле чтения греческого текста, не все, не все вы начнете понимать, вот что-то начнете разбирать, начинайте читать греческий текст, сделайте его такой привычкой, хотя бы как-то следить за греческим текстом. Во-первых, да, в свое время вам стоит прочитать весь Новый Завет на греческом языке, сделать как бы регулярную привычку чтения, но еще даже не освоив язык, смотрите при каждом удобном случае на греческий текст. Здесь, например, такие издания Нового Завета, например, РБО выпустило такое издание, Новый Завет на греческом и русском языке. Смотрите, вот здесь вот русский текст, вот здесь греческий текст, и так весь Новый Завет. Греческий текст, русский текст. Очень неплохо может быть, если даже пока вы еще только начинаете потихоньку учить греческий язык, сравнивая один текст с другим, прочитав как это по-русски, и еще что вы тут можете разобрать параллельно в греческом тексте, вы постоянно будете заглядывать. Услышали какой-то стих? Посмотрите на русском, греческом. А слушали, услышали проповедь? Посмотрите на русском, греческом. Сами читайте, посмотрите, готовитесь и так далее. Создавайте для себя как можно больше поводов посмотреть греческий текст. Привыкайте к греческому тексту, и чем более эффективно вы это делаете, тем лучше. Ну, я вам просто показал бумажную версию, который в свое время когда-то активно пользовался, но в конце концов, в настоящее время существуют сотовые телефоны, и это тоже такая неплохая возможность. Там, например, есть программы типа MyBible, в которых можно греческий текст скачать, в которых можно параллельно смотреть греческий и русский текст, и так далее. Так что, такими программами тоже можно пользоваться. Ну вот, то есть, я не знаю, насколько видно, да, но тем не менее. Вот греческий текст на лозове, тут русский перевод, если захотите пока на первом этапе включить и параллельно смотреть. И вот опять-таки столкнулись с каким-то текстом, гляньте его по-гречески. Практически всегда и почти у всех в кармане есть сотовый телефон, но MyBible это под Android. Можно найти приложение и под какие-то другие платформы, но что важно и что полезно, приучайте себе чаще смотреть, и это повысит эффективность вашего запоминания. Ну и еще, как может быть в дополнение к этому, иногда очень неплохо заучивать какие-то фразы, какие-то стихи из Библии на греческом языке, ну там, падаха, монха, антоис, ура, ноис, ну, начало молитвы «Отче наш», ну, какие-то вот вещи типа «Отче наш», еще что-то, особенно значимые молитвы, тексты, как-то вот заучить на греческом языке, потому что опять-таки заучивая вы слова, еще какие-то конструкции, тоже хорошо помните, это помогает. Ну и еще, кстати, как только люди узнают, что вы изучаете греческий язык, они будут приставать к вам с забавным вопросом. «Ах, скажи что-нибудь по-гречески!» И вот так даже, если изучал какой-то греческий язык, что-то по-гречески сказать сходу тяжело, ну, заучите что-то, и вам будет что сказать людям по-гречески.